Растет число заболевших коронавирусной инфекцией, как обстоят дела в Красноармейске. Молодые активисты убрали банный лес в рамках акции «Чистый город». А теперь об этих и других новостях более подробно. Вы смотрите «Новости Красноармейска» в студии Юлия Репина. Здравствуйте! С начала 2001 года в Красноармейске было выявлено более 400 заболевших COVID-19. В последней неделе отмечается рост заболеваемости. О ситуации в городе с новой коронавирусной инфекцией рассказал начальник медсанчасти 154 Илья Копылов. С начала года мы выявили более 400 заболевших. Из них, к сожалению, еще 21 ребенок по последним отчетам инфицированных COVID-19. На последние недели, 2-3 недели, действительно отмечается рост выявленных заболевших коронавирусной инфекцией. И отмечается рост количества выездов скорой помощи и госпитализаций в COVID-19 центре. А в цифрах это можно как-то отобразить? Да, в цифрах можно, но порядка 10-12 человек в день может быть выявлено. Из них 1-2 ребенка, бывает, выявляется. Но это, естественно, не каждый день. То есть, получается, что возрастная картина заболевших изменилась с начала года? Ну, изначально, действительно, первыми штаммами вирусов больше всего болели пожилые, действительно, жители. На сегодняшний день мы отмечаем помолодение, если можно так сказать, пациентов. Больше встречается больных людей, именно больных, не инфицированных, а больных людей среднего возраста. Это в районе 40 лет. И появляются действительно дети, именно больные дети, не инфицированные, а больные дети. Как дети переносят это заболевание? Ну, на самом деле, не так много детей действительно инфицированы и не так много больных. Но в тяжелом состоянии, кстати говоря, их не так много. Слава Богу, все выздоравливают. О каком возрасте детей мы говорим? Совершенно различные возраста. То есть, ну, можно сказать, что там от года болезнь? Ну, естественно, да. Младенцы, младенцев нет. Как проводится госпитализация, если врач фиксирует тяжелое течение болезни? Да, если врач или фельдшер скорой помощи зафиксировали тяжелое состояние пациента, у каждого есть номер телефона центра госпитализации. Он организован в Московской области при Московской областной станции скорой помощи. Врач или фельдшер связывается с данным центром и организует транспортировку санитарным транспортом данного пациента. Чаще всего куда переводят пациентов из Краснодарского? Адреса совершенно разные, но, наверное, чаще всего по территориальному признаку это Сергей Посад. Илья Юрьевич, а сколько жителей города уже привились? Так, ну, привито у нас немногим больше 7 тысяч. Это очень низкий процент на самом деле. Даже в сравнении с другими городами, с Пушкиной, Ивантеевкой и другими городами Московской области, не говоря уже о Москве, к сожалению, констатируем невысокую активность, невысокую сознательность нашего населения. Хотя имеем данные о том, что некоторые жители просто прививаются в Москве, в других городах, но, к сожалению, мы не имеем об этом данных. Поэтому не можем отразить точную статистику о том, сколько реально привитых жителей нашего города имеется. А эти цифры, вот 7 тысяч с небольшим, это цифры привитых именно в нашем лечебном учреждении, непосредственно в поликлинике, либо выездными бригадами. То есть, получается, мы можем говорить о том, что в реальности эта цифра будет выше? В реальности эта цифра может быть выше, но, к сожалению, оперируем только теми цифрами, которые у нас есть. И, учитывая рост заболеваемости, все-таки в очередной раз призываю людей, особенно пожилого возраста, то, что люди молодого возраста начали болеть, не отменяет то, что будут болеть пожилые. Все так же тяжело, пожилые у нас болеют. Так вот, призываю прежде всего людей пожилого возраста, пенсионного возраста приходить. У нас сейчас совершенно нет тех очередей, которые были раньше, на пике этой вакцинации и привиться. Это можно делать спокойно. Есть все виды вакцин, и, помимо этого, есть еще и вакцины от гриппа и пневмокока. Вы говорите, все виды вакцин – это какие? Спутник ВИЛИ? И спутник есть, и ГАМ-КОВИД-ВАК, и КОВИВАК, и спутник ЛАЙТ. Вот сейчас вроде закончился. В заказе скоро будет для ревакцинации спутник ЛАЙТ. Это для тех, кто уже вакцинировался. Дальше, через полгода, мы проводим ревакцинацию. Тем, кто привился к вакциной спутник ВИЛИ, через какое время они должны проходить ревакцинацию? Ревакцинацию через полгода. Тоже через полгода? Через полгода, да. Я знаю, что в медсанчасти идет программа по установке компьютерного томографа. Сейчас можно сказать, когда уже появится возможность сделать КТ в медсанчасти? Это программа Федерального медико-биологического агентства по модернизации первичного звена здравоохранения, то бишь поликлиники. Помимо компьютерного томографа, есть еще ряд запланированных ремонтов у нас. Это и ремонт кровли будет проходить над детским корпусом, и ремонт входной группы будет в поликлинике. Что касается компьютерного томографа, ремонтные работы должны закончиться до середины ноября. И в середине ноября у нас срок установки компьютерного томографа. Да, будет открыт кабинет, да, будет установлено оборудование, но на этом еще не факт, что кабинет уже заработал. Для этого мы должны будем получить еще специальные разрешительные документы, он называется паспорт рентгенологического кабинета. В данном случае кабинета компьютерной томографии, это займет определенное время. И подыскать кадры, соответственно, подыскать грамотных врачей, грамотных рентген-лаборантов, которые будут работать в этом кабинете. Ведь не секрет, такой кабинет должен, по идее, работать круглосуточно. КТ можно будет сделать в рамках ОМС? Ну, собственно говоря, ради рамок ОМС мы это все и затеяли. Прежде всего, это бесплатная медицинская помощь в рамках ОМС, либо это по выделенным квотам, либо это для пациентов по направлениям от наших врачей будет проводиться компьютерная томография. То есть, как бы для себя. Но, если нам удастся, мы планируем также получить определенные объемы выделенной помощи на проведение компьютерной томографии. То есть, вполне может быть, что нам позволят участвовать в программе проведения компьютерной томографии для тех, кто с подозрением на коронавирусную инфекцию, с вирусными пневмониями и так далее. Это дело будущего. Скорее всего, это дело следующего года. Но можно рассчитывать, что уже в декабре? Я думаю, еще нет. Я думаю, еще нет. Нет. Дело в том, что получить паспорт не такое простое дело. Мы, конечно, ускоримся, потому что заинтересованы сами в этом оборудовании. Ведь ради чего это все делалось? Ради того, чтобы повысить уровень оказания нашей медсанчасти в медицинской помощи. Уровень диагностики, в первую очередь. Поэтому мы, каждый врач, который у нас здесь работает, лично заинтересованы в скорейшем открытии этого кабинета. Поэтому мы будем, конечно, стараться. Вы говорите, что еще так же необходимо решить кадровый вопрос. Вот сейчас есть на примете специалисты, которые могли бы там работать среди персонала медсанчасти? На примете у меня есть, конечно. Не среди персонала, а веду переговоры. Постараюсь, конечно, привлечь. Но есть различные варианты. Конечно, над этим работаем. Илья Юрьевич, ну и в заключение хотелось бы от Вас услышать, какие врачи все-таки дают рекомендации по профилактике того, чтобы не заболеть коронавирусом? Ну, это самый ближайший друг всех наших жителей – это участковый терапевт. То есть и лечение амбулаторное пациентов с коронавирусной инфекцией, с пневмониями, вирусной этиологией какой-то другой или бактериальной – это все возложено на плечи наших участковых терапевтов. Вот, поэтому и лечение, и профилактика – это все вопросы, касаемые коронавирусной инфекцией, все это дает разъяснение на эти темы участковый терапевт. Ношение масок, соблюдение других мер санитарной безопасности индивидуальных – они сейчас до сих пор актуальны? Они актуальны, конечно. Конечно, актуальны. Ну, посмотрите, только-только расслабились и получили, мало того, что новые штаммы, получили рост заболеваемости. И, в принципе, это ведь происходит, вот каждая волна, перед каждой волной у нас ослабление каких-то жестких мер происходит. Меры расслабили, сняли маски, стали общаться более тесно, ходить друг к другу в гости, пошел рост заболеваемости. Это естественно и это понятно. Вот, поэтому, конечно, ношение масок – это одна из мер. Вакцинация – это вторая мера. Есть еще ряд мер, ну, элементарно мыть руки, да, почаще. В общем-то, соблюдение любых гигиенических мер, оно влечет к уменьшению заболеваемости. В Красноармейске прошла акция «Чистый город». Ее организовали активисты молодежного центра города Ивантеевки. Поддержали их и ребята из Красноармейска. Вместе они смогли убрать несколько мешков мусора с территории банного леса. Накануне выходных несколько десятков молодых людей вышли на уборку банного леса в Красноармейске. Экологическую акцию провели члены молодежных центров городского округа Пушкинский. В ней приняли участие ребята из Красноармейска, Ивантеевки и Пушкина. У нас сегодня проходит акция «Чистый город». Мы с ребятами, с активистами, сотрудниками молодежных центров трех городов уже объединенных будем убирать лес. Я знаю, что подобные акции проходили в Пушкино и Ивантеевке. Много мусора собрали? Честно, да, очень много мусора. Вот вчера буквально была акция в Ивантеевке. Мы собрали порядка десяти мешков черных, больших пакетов. Какие еще мероприятия проводит молодежный центр? У нас проходят развлекательные мероприятия. Это мастер-классы по танцам, по борьбе, например, должно быть в скором времени. Также проходят интеллектуальные игры. И в скором времени планируется очень крупное мероприятие, о котором я пока говорить не буду, но вы обязательно о нем узнаете. Допустим, сегодня, когда мы убираемся, обычно бывает такое, что люди проходят мимо и такие, «Блин, ребята, какие вы молодцы, вы делаете правильное дело, спасибо вам большое». Бывает даже такое, что они даже сами помогают, подходят, а что нужно сделать, чтобы вам помочь? Мы им даем перчатки, они там две бутылочки выкинут, ну и уже хорошо. Поэтому бывают положительные отзывы. Бывают, конечно, негативные, без этого никуда. Но мы все, естественно, доступным языком объясняем, говорим, почему мы здесь, что мы здесь занимаемся добрым делом и так далее. Сколько всего человек, ну, активистов в вашем движении, в вашем центре? У нас на наш округ весь более 100 активистов. Это прям ребята, которые 100% готовы прийти на помощь, готовы идти на мероприятие, готовы организовывать мероприятие, что немаловажно. Потому что наши активисты – это ребята не те, которые только участвуют в мероприятиях, но они сами могут их придумать, прописать. Мы их направляем, помогаем где-то, чтобы подкорректировать и всегда готовы им помочь. Поделитесь контактной информацией, потому что сейчас люди посмотрят интервью, возможно, кто-то захочет к вам присоединиться. Вот как ему это сделать? Да, у нас есть, соответственно, социальные сети – это Инстаграм и группа ВКонтакте. Можете найти КМДЦ Актив в Инстаграме, также ВКонтакте, Молодежный центр «Союз», также Поколение трех аккаунт, очень такой широко известный, например, и Пушка 29 – это Пушкина. Это все вы? Да, это все мы. Вооружившись перчатками и мешками, ребята рассредоточились по лесопарку. На удивление, мусора оказалось немного. Вероятно, поэтому для некоторых его поиски проходили с азартом. В Пушкина, в Антейске мы часто их проводим, надеемся, в Красноармейске тоже, как традицию, это заведем, будем почаще приезжать. Первое впечатление вот какое – грязное? Нет, на самом деле довольно сложно собирать мусор, потому что лес чистый довольно-таки. Это радует, значит, люди, которым не все равно, принимают участие в уборке. Пустые бутылки, фантики, обертки чаще всего находили ребята, но были и необычные находки. Паркетики-то нормальные, постирать и носить. Да, конечно. Я за чистый город, чтобы все было чисто и красиво. Сейчас вот сколько, я не знаю, ну полчаса, наверное, вы походили. Много мусора? Ну, достаточно. Не так много, как я думала, но достаточно. Бывает такое, что кидаешь бумажку под ноги? Нет. Почему? Потому что меня мама с детства приучила не бросать мусор. Ну, а если фантик у тебя в руках, а урны поблизости нет, что сделаешь? В карман и дойду до ближайшей мусорки. Ты впервые принимаешь участие вот в такой акции? Скорее всего, да. По словам организаторов акции «Чистый город», в дальнейшем они также будут привлекать ребят из Красноармейска к работе молодежного центра городского округа Пушкинский. Объяснить малышам строение человеческого тела – задача не из простых. Конкурс-смотр на лучшее научное пособие поможет разобраться в теме. В детском саду «Малыш» прошел смотр-конкурс на лучшее многофункциональное пособие для дошкольников по теме строения организма человека. Воспитатели и родители приложили немало сил, мастерства и смекалки, чтобы интересно раскрыть эту тему. Все пособия разработаны с учетом возрастной группы детей, для которой они создавались. Так, воспитатель младшей группы Наталья Федотова подготовила настольные игры пособия для малышариков, по которым только начинают знакомство с частями тела, органами, чувств, эмоциями. Ирина Куркова, воспитатель старшей группы, решила усовершенствовать пазл и изготовила к нему объемные детали внутренних органов. Теперь собирать его ребятам стало интересней. В конкурсе приняли участие восемь воспитателей. Жюри выбрало трех победителей. Все они заняли первое место. Наталья Кайкова представила разработку по формированию детей знаний о строении зуба. С помощью него в игровой форме ребята могут узнать, как правильно чистить зубы щеткой, какие продукты полезны для эмали и что разрушает ее. И самое главное, кто живет внутри зуба и почему возникает зубная боль. Второй победитель Светлана Коврижных представила пособие по анатомии тела человека. Его изготовила мама одной из воспитанниц Симакова Валерия. Скелет человека, внутренние органы, нервные и пищеварительные системы, сшитые из фетра. Конечно, такую кропотливую работу оценили по достоинству. И третий победитель Татьяна Авдеева и наглядная система кровоснабжения, изготовленная на основе пластикового манекена с помощью инфузионной системы спринцовок. Сердце мы знаем, что главный, самый важный орган человека. И поэтому я решила, что детям будет очень-очень интересно увидеть, как кровь вращается по нашему организму. Как она переходит из одной крови в другую, как она ходит из домика в домик. И как ребятам будет очень-очень интересно, и они будут знать о том, что сердечко надо свое беречь. Я взяла, разбавила марганцовку, сильный раствор и слабый. Слабой у нас идет алая кровь, это артериальная кровь. Когда она поступает в органы, когда выходит уже из органов, она уже бывает венозной кровью. И она идет теперь в легкие для того, для очищения кислородом. Все пособия будут применять на занятиях, чтобы сформировать у детей систему знаний о строении организма человека. В детском саду «Березка» проходит педагогическая мастерская «Современные образовательные технологии как средства речевого развития». Какие игры для развития речи можно взять на прогулку и как научить дошкольника, пересказывает текст. Об этом расскажем далее. Сотрудники детского сада «Березка» приняли участие в педагогической мастерской под названием «Современные образовательные технологии, используемые в речевом развитии дошкольников». Звучит замысловато, на практике увлекательно. В последнее время на занятиях со школьниками стало популярным использовать методический прием под названием «Синквейн», который представляет собой составление стихотворения, состоящего из пяти строк. При этом написание каждой из них подчинено определенным принципам и правилам. Воспитатель Светлана Пухова адаптировала эту технологию для дошкольников, заменив слова на картинки. «Вода, она поливает поля и сады». В результате ребята старшего дошкольного возраста без труда разносторонне описывают предметы и составляют с помощью данного приема даже загадки. «Мне кажется, что-то наш зайка прикрустил. Зайка, ты почему такой брусный? Злая волшебница заколдовала героев в сказке теремы. Зайчик нам пришел в сказке теремок. А как же мы тебе можем помочь? Нужно расколдовать героев. Для этого вам понадобятся модели-полосочки». Воспитатель Ольга Чернышева рассказала о тонкостях метода наглядного моделирования при обучении детей пересказу и поделилась разработкой занятия. В финале воспитатели на практике составили мнемо таблицы «Сказки теремок» и «Пересказ по ним». Учитель-логопед Наталья Островерхова провела тренинг, организация речевых игр в процессе свободной деятельности и на прогулке. «Вы предлагаете ребенку рассказать, что бы он сделал с этим предметом, который он нашел? Ребенок должен вам в ответ составить развернутую фразу. Я шел, 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 шишку нашел, и эту шишку я подарю белочке». «Я шел, шел, карандаш нашел, я нарисую небо». «Это игры, которые педагоги могут организовать в свободной деятельности детей на прогулках, в группе, вне занятий. Для того, чтобы речь ребенка развивалась, педагоги могут поиграть с детьми в предложенные мной сегодня игры. Например, самая простая игра для формирования лексико-грамматического строя ребенка – это игра «Большой-маленький» или можно ее по-другому назвать «Великаны-гномики». Мы предлагаем ребенку взять предмет у великана большой и подарить ему гномику. Для этого он должен стать маленьким. Например, стол превращаем в столик, стул превращаем в стульчик. Простая очень игра. Ее можно организовать по дороге в садик, в автобусе в дороге где-то, да, то есть, ну и принести ребенку пользу». А еще слова можно прошагивать по слогам, разделять по категориям, например, «Сладкий», «Веселый» или «Доставать из мешочка», составляя с ними предложения. «Белый мишка шел по снегу, сам с собой он вел беседу. Ры-ры-ры, ру-ру-ру, много снега наберу». Консультацию с элементами практикума по ритмодекламации провела музыкальный руководитель Ольга Кряжева. Во время упражнений, представленных педагогом, участники искали, отбивали ногами, прохлопывали ладонями ритм. В ход пошли металлофоны, оригинальное музыкальное сопровождение и даже ортопедические массажные коврики. «Шаг! Шаг! 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 Шаг!» Педагогическая мастерская закончилась торжественным награждением в честь празднования Дня дошкольного работника. Грамотами Министерства образования за многолетний плодотворный труд и успешную работу по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста наградили воспитателя Наталью Шальнову и старшего воспитателя Ольгу Пташкину. И грамота от Министерства просвещения Российской Федерации за добросовестный труд и заслуги в сфере образования пополнила копилку воспитателя Ольги Минаевой. Праздник Покрова, отмечаемый в середине октября, был издавна самым любимым на Руси. С этого момента от полевых работ переходили к ремесленным. Этим и другим народным традициям было посвящено мероприятие «Покров» в детском саду «Малыш». Досуговое мероприятие «Здравствуй праздник наш Покров» подготовили воспитанники подготовительной группы «Теремок» детского сада «Малыш». Вся красота народного фольклора и традиция нашла отражение в этом празднике. В старину в это время часто выпадал первый снег, поэтому праздник открыл танец со снежками. А еще считалось, что если в этот день натопить печь березовыми дровами, то всю зиму в избе будет тепло. Полевые работы заканчивались, вечера становились длинней. Люди переходили к ремесленным работам, поэтому ребята вспомнили поговорки про труд. Девицы в Покров не скучали, а веселились и пели частушки. Песня «Сиди Яша» Испокон веков на Руси с праздника Покрова Богородицы начиналась череда свадеб. Семьи, созданные в это время, считались самыми крепкими и счастливыми. Эту народную традицию ребята показали в игре «Сиди Яша». «Сиди Яша» — это игра «Выбирай невесту». И что, сегодня кто-то у вас в группе выбрал невесту? Да. А кто? Я... Миша выбрал, Глеб и Дима. Миш, ну сложно выбирать невесту? Или весело? Не сложно, просто весело. Хорошая тебе невеста досталась? Да. Золоченые, чок-чок и тачок, заводишь от нас дружок. Девая невеста, во что она одета? Как ее зовут и откуда привезут? Прошел праздник Покров. Вам понравилось? Да. Нам очень понравилось, он был очень веселым. И много песен было, танцев. Досуговое мероприятие Покров — не единственный фольклорный праздник в репертуаре музыкального руководителя Галины Азарнова и ее воспитанников. Осенью Покров у нас, Кузьминки бывают, зимой Рождественский праздник, потом Пасха, Пасхальный досуг бывает. А летом Троица, праздник Русской березки мы его называем. Вы, наверное, любите, да, народные праздники? Ну да, я люблю народные праздники, потому что я по своей специальности музыкант-народник. Народный праздник немыслим без угощения. Ребята получили из рук музыкального руководителя вкуснейший пирог с яблоками. Скажите спасибо большое. Спасибо! Первый поход в библиотеку — очень важное мероприятие. От него зависит настрой первоклассника на посещение библиотеки, на любовь к книгам и чтению. В детской библиотеке прошла экскурсия для ребят. О том, что в детской библиотеке живут книги, ребята нашего города знают не понаслышке. Многие маленькие жители Красноармейска стали активными читателями, друзьями библиотеки. А вот первый класс гимназии номер 6 пришел на экскурсию знакомства с библиотекой в полном составе. И началось это знакомство с показа спектакля «Театра теней. Сказка, рассказанная на ночь». Сначала должна прийти идея, тема спектакля, что мы будем показывать. Вот этот спектакль, сказка, рассказанная на ночь, идея этого спектакля, у нас возникла сделать его на день открытых дверей. И премьера прошла именно в этот день. Взяли мы сказку по мотивам братьев Гримм. Почему братьев Гримм? Потому что братьев Гримм писали изначально довольно жутковатые истории. Но нам показалось, что детям как раз будет интересно вот эта атмосфера, ночной лес. Дети заблудились в лесу. Конечно, мы не стали делать ее страшной, какие они были изначально в первоисточниках. Но атмосферу мы передали этих сказок. Тем самым мы хотим детей заинтересовать в сказках. Потому что, к сожалению, сказок они берут сейчас очень мало в библиотеке. Предпочитают читать книги более современные. Но я считаю, что сказки тоже читать нужно. С чего начинается работа над созданием спектакля? Мы выбрали тему. Мы там, допустим, делаем сказку. Делаются эскизы кукол. Вот у меня в руках как раз эти куклы от спектакля. Главные героини продумываются. Здесь очень важно сделать их таким образом, чтобы они двигались в нужную сторону. Потому что одна часть героев у нас с левой стороны размещается, другая часть с правой. Это должно быть удобно кукловодам. Вот этими куклами руководить. Чтобы не было такого, герои должны смотреть друг на друга. Они не должны смотреть в разные стороны. И когда появляется новый герой, они обязательно должны быть лицом друг к другу повернуты. Вот здесь такая специфика театра теней. Кто делает музыкальное сопровождение и озвучание спектакля? Мы, конечно, делим все вот эти функции. Кто-то делает кукол, кто-то занимается озвучкой. Вот в этом спектакле у нас замечательно, я считаю, его озвучивала наша библиотекарь центральной библиотеки Оксана Тарбановская. Она и музыку подбирала, и записала вот эту волшебную фонограмму. Я делаю кукол, декорации. Аня Гаврилова у нас работает кукловодом. Поэтому у нас у каждого своя роль и свое занятие. Много ли репетиций у вас перед премьерой проходят? Репетиций очень много. Репетируем каждый день, потому что это на самом деле очень сложно. Подстроиться под фонограмму, ничего не забыть. Быстро меняются декорации. Это надо вот в голове иметь весь сценарий спектакля. И быстро это все и декорации менять, и менять кукол. Поэтому репетируем с утра до ночи. Современная библиотека не только собрание книг и журналов, но и пространство, где происходит много интересного. В читальном зале ребята узнали о том, что в детской библиотеке проводятся мастер-классы и лекции, показывают кино и спектакли, проводят конкурсы и квесты, организовывают кружки, устраивают игротеки и встречи с писателями. Сегодня у вас прошло знакомство с библиотекой. Вы в первый раз здесь были? Да. А я нет. Ты постоянная читательница? Уже брала книги здесь? Нет. Просто вначале я сюда с детским садом ходила, а потом с театральным кружком. А книжки вы берете в библиотеке? Ну, я еще никогда не брала. И я тоже. А планируете в будущем брать? Я вот хочу сегодня у мамы попросить. И я. На кафедре библиотекари поделились профессиональными секретами, как найти нужного автора по разделителям, где книги проходят карантин и какие экземпляры попадают на полки книжной выставки. И выяснилось, что многие первоклассники успевают читать, несмотря на загруженность. Любите читать? Да, люблю. Я тоже люблю. Какую последнюю книгу прочел? Так, ну, мы вот никак не могли прочитать, вот, ну, это, не знаю, кум. А ты? А я, а я прочитал книгу, там, какой-то про кладбище. Мальчик съел Люси какого-то. А вы читаете сами уже или вам родители читают? Я сам читаю. Я тоже чуть-чуть сам. Но успеваете, у вас все-таки учеба, первый класс. Я успеваю по выходным. Фраза о том, что в библиотеке должна быть тишина, канула в прошлое. Сегодня это свободное пространство для детей, где они сами выбирают, что им делать. Дом, где с радостью встречают детей всех возрастов. Тематическое чаепитие, посвященное жизни и творчеству народного артиста России Вячеслава Добрынина, прошло в клубе «Оттепель» в городском дворце культуры. На нем побывала и наша съемочная группа. Клуб «Оттепель» вновь открыл свои двери. 14 октября в городском дворце культуры прошло мероприятие, посвященное юбилею народного артиста России Вячеслава Добрынина. Вечер начался с вальса в исполнении коллектива «Латинский квартал». А настроение всему мероприятию задал Игорь Ушаков, исполнивший песню «Добрый вечер». Пусть останется тепло от нашей встречи. Ведущее мероприятие познакомило всех пришедших с биографии Вячеслава Добрынина. Творческий вечер сопровождали выступления воспитанников городского дворца культуры, а также артистов коллектива Ольги Ермаковой из Дома культуры имени Ленина. За годы своей творческой жизни Вячеслав Добрынин написал десятки композиций, которые стали шлягерами и хитами. Его песни знают и поют люди разных поколений. Гости мероприятия с удовольствием подпевали артистам, исполняющим хиты Добрынина. А когда на экране показывали отрывки из его концертов, зрителям трудно было усидеть на месте. Все без исключения выходили на танцпол. Впечатления очень яркие, очень замечательные, поскольку мы люди домашние, уже закончили свою работу и редко выбираемся из дома. У кого-то внуки, у кого-то другие домашние дела. И вот такие мероприятия, которые вытаскивают нас из дома и позволяют нам немножко почувствовать полноту жизни, это замечательно. Так в теплой дружественной обстановке за чашкой чая с песнями и танцами прошла очередная встреча клуба «Оттепель». На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. И напоминаю, что официальные группы телеканала есть во всех популярных социальных сетях. Смотрите нас, подписывайтесь, заходите на сайт tv.krasna.ru, скачивайте мобильное приложение «Красно.Лайв» и вы всегда будете в курсе городской жизни.